У мемориала жертвам репрессий в Карачаевске глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов вместе с сенаторами Совета Федерации от Республики, членами правительства и духовенством почтили память тех, кто погиб в годы депортации в Средней Азии и Казахстане. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Карачаевский народ является примером мужества и стойкости, сумевший возродиться из-за ввения, вернувшись на родную землю и сегодня продолжает жить и созидать на благородного края страны. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов вместе с представителем правительства Республики духовенства почтили память погибших в годы депортации. Совершил обряд дуа по тем, кто не вернулся домой, заместитель муфтия Республики, ректор Исламского института Мухаммад Хаджибачаев. После чего все собравшиеся возложили цветы к мемориалу жертвам репрессий карачаевского народа. Я вернулся восьмилетним родителями в 56-м году осенью и мы так радовались, а больше всех, наверное, наше старшее поколение. Какое они видели горе, какие страдания, но вернулись. Вернулись с честью, достоинством, сохранить свою культуру, традиции, обычаи, язык сохранив. А в Средней Азии мы были едины. В Средней Азии, находясь в условиях геноцида, 3000 карачаевцев были награждены орденами, медалями. Из них 99 орденами, а из этих 99 35 высшие награды Родины орденом Ленина. Память о тяжелых испытаниях карачаевского народа должна сохраняться в сердцах каждого из нас. И этот урок истории позволяет почтить подвиг наших предков и укрепить наше внутреннее единство, отмечали участники памятного мероприятия. Две делегации ездили Никита Сергеевича. Один 88-летний старик Чагаров Ибрагим Хуршова во второй делегации был. Никита Сергеевич спросил у него, сколько вам лет? 88. Вы работаете, да, сторожем в колхозе. А что вы, как могли приехать в Москву в Средней Азии? Он ответил, Никита Сергеевич, приехать-то я приехал, я не стану, если вы не дадите добро к возвращению к карачаевскому народу. К карачаевскому народу. И вот я поражаюсь мужеством этих людей. В 57-м году вернулся карачаевский народ в свою родную землю. И сегодня вместе со своими братскими народами, в единой семье народов Северного Кавказа, Российская Федерация, мы устроим свое сегодняшнее и завтрашнее. Это счастье, радость для всех, кто это понимает. И, конечно же, это была мечтой, мечтой, когда в далеком 57-м году наш народ возвращался отсюда. Это было праздником, праздником надежды. Действительно, несправедливо было поступлено с целым народом, который, как говорится, незаслуженно был растоптан и выслан с этого места. Поэтому мы все время это дело обсуждаем и думаем так, чтобы никогда ни с каким народом больше это не повторилось. Обычно говорят так по-русски, что врагу не пожелаешь то, что не хочешь желать себе. Сегодня, в 67-ю годовщину возрождения карачаевского народа, каждый из нас никогда не забудет все ужасы депортации. И мы уверены, что эти страшные страницы останутся навсегда в прошлом, отмечали собравшиеся у мемориала. Алихан Лепшоков, Алла Динаева, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск.